Мотокросс Объем двигателей на чемпионате варьируется от 50 до 500 кубических сантиметров. В самом престижном классе на 500 кубовых байках с длинными шипами победил спортсмен из Владивостока Николай Каминский. Воспитанник спидвейного Востока опередил своих преследователей и финишировал первым. Следующий этап ледовых гонок пройдет уже 28 и 29 января. А вот в соревнованиях по автокроссу на багги все только начинается. Первый этап гонок прошел в районе станции Океанской и был посвящен 90-летию образования ДОСААФ в России. Гонщикам в день соревнований предстояло пройти 5 заездов по снежно-ледяному покрытию. Однако стоило начаться гонки, как выявились все недоработки инженеров и гонщиков. Кто-то не смог стартовать с первого раза, а кто-то изначально неправильно подобрал резину. Дело в том, что участники соревнований зачастую своими силами собирают своих железных монстров из тех деталей, которые сумеют найти. Поэтому вырвались вперед только самые надежные багги. Основная борьба за первые два места развернулась между победителем 2015 года Евгением Евсеевым и действующим чемпионом Сергеем Присям. Владивостокские спортсмены с самого старта обгоняли оппонентов и в дальнейшем вели борьбу только между собой. По итогу Евсеев все-таки занял первое место, вторая строчка у Прися, а замкнул тройку лидеров Игорь Зубарев. Воротарь приморского адмирала стал победителем матча звезд КХЛ. Команда дивизиона Чернышева, за которую выступал Игорь Бабков, обыграла соперников из дивизиона Тарасова. Финальный матч завершился со счетом 3-2. Матч звезд континентальной хоккейной лиги проходил в Уфе. Сначала в полуфинале Бабков, защищавший ворота сборной дивизиона Чернышева, обыграл сборную дивизиона Харламова, а в финальном матче вратарь Маяков остановил сильнейшую команду Запада – сборную дивизиона Тарасова со счетом 3-2. Из 12 шайб запущенных ворота Бабков отразил 10. Напомню, что бронебоб, как его называют в адмирале, был отобран для участия в матче звезд в декабре прошлого года. К слову, на престижном празднике хоккея наш игрок отметился не только мастерством, но и чувством юмора. Во время конкурса буллитов защитник Спартака Мэтью Гилрэй в шутливой форме подкупил галкипера-адмирала, чтобы тот не оказывал сопротивления при исполнении броска. Ценой вопроса оказались 5000 рублей. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.